Приветствую, друзья, на библейском портале экзегет. Ответы на ваши вопросы и размышления на темы, на которые вы предложили размышлять. В данном случае о том, какие книги читать современнику для утверждения на пути христианской жизни, на пути спасения. Конечно, нет книг сразу для всех. Есть свои возраста. Как-то я составлял даже по просьбе наших верующих вместе с нашей замечательной преподавательницей православной гимназии в Рязани, преподавателя русского языка и литературы, списочек рекомендуемых произведений русской литературы, и не только русской, для детей разных возрастов. Кажется, можно было бы вернуться к этому списку. Недавно в книге «Воспоминания духовного чада» о иеромонахе Павле Лысаке тоже нашел список книг иностранной литературы, которые очень полезны для детей школьного возраста, для желающих и усовершенствовать свой английский, и при этом открыть для себя какие-то нравственные глубины, замечательные светлые образы, которые, напечатлеваясь в душе, потом служат путеводной звездой по путям земной жизни. Но я, видимо, предложу вам те книги, которые послужили моему утверждению на пути монашеского выбора, поскольку, вступив на него в далеком 1994 году, поступив в монастырь, и благодаря Богу за это я не могу вычеркнуть как раз значение тех замечательных книг, прочтя которые, утвердился в своей решимости поступать в обитель. Так что, если вы не возражаете, я ограничиваюсь как раз вот этой литературой для тех, кто ищет утверждение для своей жизни безбрачной, для своей жизни, направленной не к семейным добродетелям, а к совершенному служению Господу в иноческом чине. Для меня три самых сильных в утверждении на этом пути книги были следующие. Прежде всего, Иоанн Златоуст, его книга «О девстве», она так называется, где он рассматривает послание апостола Павла, где тот рекомендует всякому человеку сохраниться так же, как он, не прикасаясь к женам, и представляет для этого доводы, а Иоанн Златоуст уже их разжевывает и доводит до сердца тех, кто читает уже его пояснения на апостола Павла, на вот эти его рекомендации. Книга замечательно увлекательная, она полна ветхозаветных и новозаветных примеров. Красноречие, присущее Иоанн Златоусту, безупречно действует для однозначного утверждения человека в жизни иноческой, в жизни с удалением от мира, насколько это возможно. И поскольку это актуально для нашего современника, который пускай живет в московской квартире, но уединенно живет в миру и работает на мирской работе, но не по-мирски, а всегда стремясь участвовать в божественной литургии, участвовать в богослужении, для такого подобное размышление совсем не путь к прелести и какой-то самонадеянности, а благоразумное основание и благодатное основание хранить себя в чистой христианской жизни, но не добродетели семейные поставив для себя в главу угла, а добродетели, более присущие этому уединенному образу жизни. Следующая книга, которая произвела на меня очень сильные впечатления и утвердила в складывающемся выборе моей собственной жизни, это книга священобученика Илариона Троицкого «Единство идеала Христова». В этой книге он рассматривает путь мирянина и путь монашествующего, как раз опираясь на святых отцов, в том числе и Иоанна Златоуста, других великих святильников и русских святых. он представляет удобство и неудобство и того и другого пути, сообщая о том, насколько оптимальней бывает для человека не обременяться ничем житейским, когда цель его жизни, вечное спасение, уже четко напечатлелась в его сердце. Ну и, наконец, книга Сергея Нилуса «Сила Божия и немощь человеческая». Она включает в себя, вероятно, подлинные записки, обнаруженные после смерти Игумена Феодосия, некого инока конца XIX века, который, вступив в обитель, неблагоустроенную, претерпевал всякие присущие вообще этому времени к концу XIX века скорби и нестроения и окружающих братьев, и своей собственной какой-то душевной неустроенности, но при этом имел благодатную возможность посещать оптину пустынь редко, иногда, и убеждаться, в каком все-таки изобилии благодати совершается монашеская жизнь и служение там, где есть светильники духовной жизни, где есть подлинная непрестанная молитва и пастырское попечение о людях. Вот эти три книги, мной с вниманием, и, наверное, не один раз прочитанные, положили на мое сердце вместе с молитвами оптинским старцем, вместе с, конечно же, чтением священного писания, вместе с участием в церковной жизни нашего прихода тогда еще, теперь уже ставшего женским монастырем, и сложилась моя собственная решимость к монашеской жизни. А я могу эти книги выделить в числе особенно полезных друзей на этом пути. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok